Всем привет! Меня зовут Егор и я рад приветствовать вас на своем канале. И знаете, вот недавно я столкнулся с одной неочевидной проблемой. У меня есть куча оборудования и мне его нужно как-то перевозить. И вот в рамках передвижения в одном городе, или же когда тебе не нужно себя ограничивать в количестве оборудования, есть решение в виде хардкейсов типа пеликана или же каких-то других кофров под оборудование. Если же стоит задача собрать оборудование под экспедицию, под путешествие или поход, то тут уже все не так очевидно. И у меня стояла задача найти что-то более практичное и удобное, чтобы собраться в путешествия и собрав себе тем самым тревел-комплект под съемку. Итак, я сел изучать этот вопрос и понял, что толковых-то рюкзаков под оборудование и нет. И я посмотрел все модели от Lover Pro и Think Tank. И мне, если честно, приглянулся только Lover Pro Tactics. Но слава богу, что мне на глаза попалась американская фирма Tembo с их фоторюкзаками серии Axis. И я не то, что вы фанат создания таких видосов, но я просто не мог не поделиться с вами этой находкой. И поэтому давайте уже переходить к обзору фоторюкзака Tembo Axis Tactical V2. Выковырил наконец. Я успел по полной затестировать этот портфель, совершил с ним много перелетов и хочу рассказать вам о своем опыте. Начать стоит с того, что рюкзак реально огромный. И для меня это был один из самых главных критериев, чтобы по итогу туда влезло как можно больше оборудования и его было комфортно носить. У Tembo существует 4 вида размеров этого рюкзака в линейке Axis. Это 16, 20, 24 и 32 литра. И себе я выбрал самую большую версию. И по словам Tembo, все, что меньше 32 литров, то есть 16, 20 и 24, проходит по габаритам ручной клади большинства авиакомпаний. И из-за постоянно изменяющихся правил провоза ручной клади, я советую вам узнавать о ее габаритах у вашей авиакомпании перед полетом. И я выбирал между 24 и 32 рюкзаков. Но 24, если честно, показался мне достаточно маленьким, а по уже купленным мною билетами у Nordwind даже 24 литра рюкзак уже не проходил в ручную кладь. Поэтому я решил, если уж придется платить, то уж платить за большой рюкзак. И стоит отметить, что сейчас вы будете смотреть обзор на вторую версию рюкзака Axis. И мне, по счастливой случайности, выпала честь стать одним из самых первых обладателей именно V2-версии на территории РФ. И после просмотра обзора на этот рюкзак от своих зарубежных коллег, я думал, что я еду за одним рюкзаком, а по итогу я смог забрать V2-версию. И это не могло меня не радовать, потому что, забегая вперед, вторая версия оказалась намного круче, чем первая. И это было одной из причин снять это видео. А покупал я свой рюкзак в компании LightStyle, которая является официальным представителем Tenbo в России и некоторых других брендов. И ребята выполняют все свои гарантийные обязательства в это непростое время. А гарантия, кстати, на этот рюкзак 5 лет, что не может не радовать. И сходу определить, какой версии это рюкзак, достаточно просто. Потому что у первой версии сверху логотип будет выглядеть вот так, а у второй версии вот так. И второй основной критерий после внутреннего объема – это внешний вид рюкзака. И в отличие от Lover Pro Taxi, с которой я себе присматривал, форма рюкзака Tembo, более такие прямоугольные в виде холодильника, мне лично нравится больше. Рюкзак сделан из всепогодного нейлона, который прочен на разрыв и стойки к истиранию. Этот материал круто гидрофобит и при попадании вода не остается на ткани, а скатывается с нее. Этот материал также легок в уходе. Достаточно лишь пройтись влажной фиброй по загрязнению, чтобы очистить его. Существует два вида расцветки – это черный и камуфляж. И может быть для любителей милитари темы такой цвет и зайдет, но я выбрал более классический черный. Технические характеристики с размерами вы сейчас можете увидеть на своем экране. А вес пустого рюкзака составляет 2,5 кг. Зона контакта рюкзака с телом снабжена мягкими вентилируемыми вставками. Носить его длительное время даже при полной нагрузке очень комфортно. И просто хочу выразить респект компании Tembo за съемный поясной ремень. В моем старом Lover Pro он был несъемный и он меня дико бесил. А тут просто можно его снять. Вообще этот ремень должен правильно распределять нагрузку с плеч на бедра, но в городских условиях мне это было просто не нужно. В первой версии у рюкзака была какая-то хитрая система с настройкой лямок, но слава богу мне даже не пришлось с ней разбираться, потому что во второй версии они ее просто убрали. И новые плечевые лямки просто избавят вас от сложных регулировок. Они автоматически подстраиваются под любую фигуру и очень удобны даже самыми объемными куртками. На груди имеется два фиксирующих ремня и девушки должны оценить эту фишку по достоинству. И еще одно великолепное отличие от первой версии это новый великолепный карман для ноутбука. Раньше карман был расположен внутри спинки и чтобы достать ноут тебе просто приходилось полностью раскрывать рюкзак и доставать его. А во второй версии появился быстрый доступ к лэптопу, потому что карман переехал на переднюю часть. И в целом почему я рассматривал именно этот рюкзак и ЛВПРО ТАКТИКС это молли стропы. Молли стропы это вот такие вот штуковины, которые имеют широкое распространение в армии для крепления различного вида снаряжения и разгрузок. То есть к этим стропам можно прицепить какие-нибудь сумки, либо какие-нибудь предметы с помощью карабина. И эта система мне кажется максимально удобной и практичной, которая может себя хорошо зарекомендовать в экспедициях. Например, когда тебе нужно взять что-то дополнительно с собой, но тем самым не занимая место внутри рюкзака. На самих стропах нанесены светоотражающие нити, чтобы не остаться незамеченным в ночное время. И вместе с портфелем идут вот такие вот ремни. На них можно закрепить небольшой тревел-штатив, и внизу для этого есть кармашек для штативных ног. А я же использую их для того, чтобы крепить на них свои FPV-дроны. Сбоку есть отделный бутылок, куда влезет две бутылки по пол-литра, или же одна двухлитровая бутылка. Но также этот карман удобно использовать для транспортировки одноручного гимбала. В первой версии, например, вот этой стропы нет. Внимание деталям тут просто на самом деле космос, потому что если вы положите свой портфель на землю, то лямки не будут касаться земли, и вы не сможете испачкать свою одежду. В комплекте идет дополнительно чехол-дождевик, и хоть портфель влагозащищенный, если на нем снаружи что-то висит, то он все это защитит от дождя. А с другой стороны, он рефлективный. Я так понимаю, это сделано для того, чтобы защитить его от нагревания. На спинке также есть ремень для установки рюкзака на чемодан на колесах. И что же тут по внутрянке, спросите вы? Вот с таким вот набором я ездил в путешествие. Тут у меня лежит тушка с достаточно большим 24-70 от Sigma. Еще один объектив, комплект звука, батарейки, фильтра, очки от DJI, аппаратура для дрона и батарейки для дрона. И всякая мелочь раскидана по отделению. Прям хоть тревел-блок снимай. У портфеля есть два отделения с быстрыми доступами, которые подойдут скорее для фотографов. Можно одну тушку положить сбоку, а другую сверху, и быть всегда готовым к съемкам. И для видео эта история вряд ли подойдет, просто потому, что если вы используете топ или сайт-хендлы, мониторы, то камера в обвесе просто не влезет в эти отделы. А если вы снимаете видео на какую-нибудь беззеркалку, без обвесов, то в целом этот кармашек можно будет использовать. А также я думаю, что удобно запихнуть туда какой-нибудь Mavic. Я же использовал верхний карман для своих личных вещей, к которым мне нужен был быстрый доступ. Типа наушников, салфеточек, глюкометра и так далее. Сюда можно также положить камеру побольше, например, Sony FX6 или Red Commoda. Ну а если вы совсем сумасшедший, то в целом и Alexa Mini можно положить. Внутренние перегородки достаточно тонкие, но хорошо амортизируют и не съедают места внутри. И можно не переживать за сохранность оборудования. И еще тут есть маленькое отделение для личных вещей. Сюда я клал жесткий диск, пауэрбэнк, документы, лекарства, лендспены и прочую мелочь. И еще в маленьком кармашке тут есть запрятанное место для GPS-метки или RTAG, которое позволит вам отслеживать ваш портфель с оборудованием. И по моему опыту скажу вам, что портфель просто пушка. Все мелочи очень продуманы. Качество материалов на высочайшем уровне. И выглядит он очень аккуратно. И вот если говорить про его размер, то до него докопались только две российские авиалинии. Это же был Nordwind, где мне нужно было заплатить 3000, чтобы расширить габариты своей ручной клади. А потом уже запихивать его в калибратор. И Aeroflot, он не очень понравился, но даже 32-й рюкзак не требовал дополнительной платы, чтобы пролезть в габариты ручной клади. А если говорить про международные перелеты, то у меня есть опыт с Turkish Airlines, у которых вообще лимит на 8 кг ручной клади. Но к моему портфелю у них вообще не было никаких вопросов. И с лоукостером Runeir, где я думал, что я буду точно платить. И решать, удача это или нет, оставлю для вас. Мне кажется, что вся линейка Tembo Axis получилась максимально удачной. По итогу в поездке он весил больше, чем 13 кг. И даже с таким весом гонять было с ним достаточно удобно. И я смог взять камеру вместе со FPV-дронами, а не выбирать что-то одно. И если сюда нужно будет класть только камеру, сюда все отлично влезет. Даже если это будет Red Commodore с парой линз и V-mount и прочей мелочью, сюда все отлично влезет. Поэтому я и выбирал самую большую версию этого рюкзака. Но 24 литра я бы тоже рассмотрел к покупке, дополнению к Hard Case, например. И вот, собственно, вот такой обзор у меня получился. Ставьте лайкосы, если вам он понравился. И не забываем подписываться на канал. Пишите в комментариях, как вы таскаете свое оборудование и какими рюкзаками пользуете. Также не забываю, что у меня есть телеграм-канал, куда я пощу всякие интересности. А по пятницам я выкладываю пачку орных меммас. Ну а теперь точно все. Пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok